Предваряли праздничный концерт, посвященный столетию образования Белорусской Советской Социалистической Республики, две экспозиции из фондов Брестского областного краеведческого музея о профессиональном мастерстве и патриотизме брещан, удостоенных звания Героя Социалистического Труда, а также из фонда в библиотеке имени Пушкина. Начался торжественный вечер докладом председателя Брестского городского совета депутатов Николая Красовского. Связь истории с нынешним временем должна быть ощутимой, она должна быть реальной, поэтому сегодняшнее мероприятие – это мероприятие для ветеранов, которые лучшие годы своей жизни прожили в составе БСССР, и это мероприятие для молодежи, которые живут в Республике Беларусь. Кульминацией праздничного вечера стала торжественная церемония награждения. Почетной грамотой Брестского городского совета депутатов были отмечены представители ветеранских организаций города, те, кто внес свой вклад в социально-экономическое развитие Бреста, и, конечно, те, чья биография – отражение летописи БССР – ветераны Великой Отечественной войны. Огромный вклад в нашу жизнь, в наше настоящее, в наше будущее внесли ветераны Великой Отечественной войны. И сегодня в этом зале будут присутствовать представители 240 ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Бресте – Кругликов Константин Максимович и Сахарчук Николай Яковлевич. Завершил вечер праздничный концерт, посвященный о важной в белорусском календаре дате. Событие собрало порядка сотни брещан идти вперед, не забывая о прошлом. Пожалуй, это лозунг белорусов и современной Беларуси – суверенной, независимой, процветающей, которую любят и уважают. Ведь сегодня у каждого из нас есть возможность жить и работать под мирным небом. Еще одна очень важная дата в этом году. В 1939 году у нас образовалась Брестская область, поэтому мы празднуем 80-летие образования Брестской области. И эти все даты – и тысячелетие города Бреста, и 80 лет Брестской области, и, естественно, 100-летие БССР – это неразрывно связанные между собою даты, это жизнь тех поколений людей, которые вершили эту новейшую историю и делали жизнь такой, какой она есть сейчас. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.